Это вновь рубрика интервью и мы продолжаем нашу беседу с Максимом Мореевым, руководителем рабочей группы «Честная и эффективная экономика УНФ Хакаси». Летом уже прошлого года у нас прошла промышленная конференция, не у нас, а в Москве. Вы лично приняли в ней участие. Чем она запомнилась вам? Я хочу сказать, что накануне конференции в Абакане состоялся круглый стол. И на этот круглый стол были приглашены представители малого, среднего бизнеса, на котором обсуждались насущные проблемы в регионе. В нашем и по результатам этого круглого стола были составлены предложения, которые были переданы в Москву на промышленную конференцию. В эти предложения были включены следующие пункты. Первое – это налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Собственно, мы сейчас к этому и приходим потихоньку, но приходим, что люди, которые занимаются или занимались, скажем так, нелегально на тот момент малым и средним бизнесом, не хотели платить налоги. Сейчас им дается возможность зарегистрироваться, работать официально, но также какое-то время, пока человек не станет на ноги, не платить эти самые налоги. Поэтому это один из первых пунктов, которые отрадны, что это произошло. Второй пункт был уменьшение кадастровой стоимости земельных участков и помещений, используемых для промышленности, либо для сдачи в аренду. Это тоже нашло свой отклик. И, собственно, почему этот вопрос встал? Мы приводили пример, когда строение по кадастровой стоимости оценивалось в 2014 году 70 миллионов рублей. Собственник платил 13% налог в год. И если помещение сдавалось в аренду, то, соответственно, затраты собственника распределялись между людьми. В последующем эта сумма увеличилась в 10 раз, стало 700 миллионов рублей. Кто в итоге страдал? В итоге страдали маленькие предприниматели, которые не имеют своей площади и вынуждены были снимать. Это тоже нашло свой отклик. И сейчас этот вопрос решается. Конференция, которая состоялась 8 июня в Москве, она была на базе ОНФ при поддержке опоры России, Союза промышленников-предпринимателей. В этой конференции приняло участие более 700 человек и были представители также и профильных министерств и ведомств Российской Федерации. Также был выработан меморандум по результатам данной конференции. И предложения, которые были выработаны, они рекомендованы субъектам Российской Федерации для рассмотрения и изучения. В общем, она была довольно полезная, интересная и информативная. Фронт работ Народного фронта в Хакасии достаточно объемен. Вы проводили также проверки микрофинансовых организаций. Сейчас очень актуальная тема. Расскажите, что вы выявили, какие нарушения в этой сфере? Сейчас это уже, наверное, менее актуально. Потому что, если вспомнить хотя бы год назад, полтора года назад ситуацию, когда у нас все столбы, все автобусные обстановки были заклеены объявлениями займ, без проблем, без всего, без залога, без поручителей. Это, конечно, все серые кредиторы, с которыми потом неизвестно, как приходилось людям расплачиваться. И были выявлены, многие были выявлены в ходе проверок, нарушения были выявлены. К данной проверке подключилась в дальнейшем и прокуратура. И, честно говоря, количество, количество очень сильно снизилось. И это, я думаю, сейчас многие видят, с чего я начал. Подобных объявлений мы сейчас, наверное, вряд ли встретим. Ни в газете «Шанс», ни в каких-то информационных других изданиях. Я имею в виду про нелегальных кредиторов. Поэтому работа, она идет, ведется. И результаты, я считаю, что есть. Есть еще одна проблема в нашей республике. Это так называемое «Мазутное озеро» в Уст-Абаканском районе. Кроме ОНФ, этим никто раньше не хотел заниматься. Как-то вот у нас спустили эту проблему. Вы подняли проблему на принципиально новый уровень. Что сейчас будет с этим местом? Как там будет очищено оно или еще что-то? Сейчас об этом сказать однозначно нельзя. У нас есть специалисты, которые курируют это направление. Хотелось отметить, что это «Мазутное озеро» образовалось 6 лет назад. То есть не вчера, не поздно вчера, не год назад. А образовалось оно во время действий конкурсного управляющего, который распродавал то имущество, которое принадлежало заводу-банкроту. И были проданы эти цистерны, в которых находилось 300 тонн «Мазута». Тот человек, который или организация, или которая купила, естественно, «Мазут» им зачем? Они распилили, «Мазут» вылили. И об этом никто не позаботился. Оценить ущерб, который спустя 6 лет вот это все принесло, и экологии, очень сложно. Досадно, что Росприроднадзор и органы, которые должны заниматься этой проблемой, на сегодняшний день пока никак не проявляют инициативу. И будем дальше работать и озвучивать, и как-то пытаться совместно с нашими государственными органами все-таки что-то придумать и решить. Абакан у нас признан городом с лучшими гарантийными дорогами в Сибири. Но, к сожалению, вот в соседнем Черногорске дороги уже не самые лучшие в Сибири. Как ОНФ может повлиять на эту ситуацию? Что вы вообще делаете? Проверялись, да. Абакан действительно был признан городом с лучшими гарантийными, гарантийными именно дорогами в Сибирском федеральном округе. И во время проверки в городе Черногорск, к сожалению, так вот разительно это все отличилось, были выявлены многочисленные нарушения и с освещением улиц, и с отсутствием тротуаров, и сами, собственно, дороги были не совсем в надлежащем состоянии. После обращения ОНФ в прокуратуру и после того, как данные претензии действительно подтвердились, и, ну, во-первых, в городе Черногорск включили освещение. Это уже хорошо. Прокуратура добивается от администрации Усть-Абаканского района исправления существующих проблем с гарантийными дорогами, но все упирается, как всегда, в финансы, отсутствие денег. Тем не менее, прокуратура, она, по-моему, сейчас направила документы в суд о том, чтобы принудить администрацию Черногорска к устранению данных нарушений. Ну, дороги одна из вечных проблем России, где у нас еще вот такие действительно проблемные точки на карте. Наверное, вы знаете, хотелось бы сказать, наверное, больше о хорошем, о чем-то. Проблему-то всегда можно везде найти. И вот, как сказал лидер и президент Российской Федерации, лидер Общероссийского народного фронта Путин, что Общероссийский народный фронт, он создан для того, чтобы совместно с исполнительной властью решать все текущие вопросы и возникающие проблемы. Поэтому мы живем в то время, когда не может быть все хорошо. Нужно помогать и создавать условия для более благоприятной среды жизни для людей нашего региона. Поэтому я думаю, что так мы будем все-таки рассматривать дальнейшую деятельность у нас в регионе. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, нашли время ответить на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Максим Мореев, руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика Общероссийского народного фронта в Хакасе». Спасибо, что были с нами. Еще увидимся.